Следующий доклад звучит так. Единство и различие в мировоззрении основных религий. Бабалёва Татьяна Михайловна, Международное Техосовское общество. Доброе всем утро! Рада всех видеть на второй день, тем более все добрались в третий, второй день. Я немножко сегодня почитаю, обычно я люблю очень много от себя, но сегодня я решила записать, потому что тема такая непростая, и мне захотелось как-то поподробнее ее светить, и я немножечко буду читать. Что говорит Гагавадгита по поводу единства? Она говорит, что люди приходят ко мне разными путями, и по какой дороге человек приходит ко мне, так я его и встречаю, ибо все дороги принадлежат мне. Мы все знаем, это прекрасный источник Гагавадгиту, и вот это высказывание, или, можно сказать, цитата, она будет основополагающей в моем докладе. Ну, наверное, самой основной, конечно, религии и самой распространенной в мире, конечно, мы знаем, что является христианство. И вот вчера очень много было красивых докладов, таких лирических по поводу христианства, и, конечно, наша страна в основной своей массе христианская. Ну, я вот хочу отметить, значит, такой момент. Конечно, что мы знаем, что учение Христа основано у нас на жизни и учении, жизни его и вере. Мы знаем, что основная вера христиан, то, что Иисус из Назарета, есть Мессия, что Он Сын Божий, Спаситель, и его распространение, его учение по всему свету около 2,5 миллиардов человек приповедует христианство, то есть в самой распространенной в мире. Какие главные идеи? Мы знаем, что идея главная у нас самопожертвования ради служения Бога и идея индивидуализации. Вот я хотела остановиться на этой идее, которая, мне кажется, повлекла ряд событий в настоящем мире, неправильная понята идея индивидуализации. Мы знаем, что от самой ранней церкви была убрана из текстов идея реинкарнации, да, или идея кармы, так называемой, что повлекло за собой излишнюю, можно сказать, индивидуализацию человека в точке зрения того, что человек перестал чувствовать свою связь среди... Жизнь стала у него единственной. Соответствующим образом, несмотря на то, что он пытается верить в Бога, он все же до конца не может принять свою полноту веры, потому что он умрет, и воскрешение его в каком-то тонком теле для него кажется очень абстрактным. Вот это привело к дальнейшему... Что к чему это привело? Это привело к тому, что индивидуализм все больше овладел людьми, вот, и получил свое такое самое яркое выражение, вот мы знаем, в германской подрасе, да, когда мы знаем, что произошел фашизм, и вот сейчас тенденции тоже фашистские в некоторых странах тоже связаны с этой излишней индивидуализацией, как я считаю. И, значит, вторая идея, которая Христа, мы знаем, это идея страдания, да, и произносим свое учение, учитель примером показал нам, как нужно действовать. Поэтому очень много, мы знаем, было подвижников, которые пытались своим примером быть со Христом, да, и вот брать полностью все те же тяготы, и даже знаем, даже многие подвижники, готовые были быть с подвешенными ногами, потому что не считали честью висеть на кресте, как висел Христос. До такой степени они чувствовали силу, величие и невыкновенное мистическое переживание от сопричастности к этой вере. Поэтому я, конечно, сам русским очень согласна в том, что без прерывания и без мистического опыта мы не можем прийти к никакому братству, никакой совместной, в общем-то, религиозной общности. Поэтому и только служением измеряется сила человека, а знание, сила и власть только тогда гуманны, когда она приносит пользу человечеству. И из этих истинных прожертвований и родилась идея, которая станет со временем ключевой во всем славянском народе нашем. Следующая религия, которая тоже очень важна, это, конечно, ислам. Ну, ислам у нас призывает к покорности Бога, утверждая, что через него можно только прийти одним путем, поклоняясь его божественной воле и строго выполняя установленные законы. Ведь само слово «ислам» переводится как «предание себя Богу», «покорность, подчинение законам Аллаха». В шариатской темронологии ислам – это полное, абсолютное единобожие, подчинение Аллаху, его приказам и запретам и отстранение от многобожия. То есть, если в восточной религии многие многобожие преследуют и произглашают, то ислам, основная его, конечно, религиозная доктрина – это единобожие. Значит, последствия ислама называют мусульманами. Главная священная книга ислана – Коран. В основательном виде ислам был сформирован в VII веке в проповедях Мухаммеда, который является пророком для мусульман. В мире на данный момент насчитывается, по некоторым оценкам, около 1,5 миллиардов мусульман – это 23% населения Земли. Согласно хасидам Мухаммеда, ко всем народам отправлялись пророки и посланники – всего около 124 тысяч пророков, которые вели их по монотеистическому пути. Но со временем люди отходили в сторону заблуждений, а некоторые стали искать веру, вносящие священные писания в свои собственнические взгляды. В череде всех пророков, посланных на землю, мусульмане считают Мухаммеда последним, после которого не будет других пророков. Поэтому они чувствуют себя очень уверенно, потому что считают, что убеждены, что это самая главная религия. Ну и, конечно, индуизм – это третья по числу последователей религия в мире после христианства и ислама. Индуизм поведает более 1 миллиарда человек, из которых около 950 миллионов живут в Индии и Непале. Другие страны, в которых приверженность индуизма составляет значительную часть населения, это Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Великобритания, Канада, США. Мы знаем, что сейчас много у нас тоже индуизма увлекаются. Вчера тут было два проповедника таких основных направлений, которые единственные откликнулись на наше братство, потому что они как бы меньшинство и потому что как раз они проповедуют множество возможных путей. Конституция Индии включает в индуизм также буддизм, жайнизм и сикхизм. Однако в научной индуологической литературе их принято считать самостоятельными религиями. Индуизм уходит своими корнями в идийскую, харибскую и дравитскую цивилизацию, из-за чего его называют древнейшей в мире религии. В отличие от аврамических религий у индуизма не было своего основателя. В нем отсутствует единая система верования и общая доктрина. Индуизм представляет собой семейство разнообразных религиозных традиций и философских систем и верования, основанных на мантеизме, политеизме, пантеизме, манизме, даже атеизме. Типичными для индуизма можно признать такие религиозные положения, как дхарма, карма, сансара, мокша и йога. Это все в индуистской философии. Особое значение, конечно, является буддин, который, считается, тоже входит в индуизм. Это учение просветленного, религиозно-философское учение дхарма о духовном побуждении, бодхи, возникшее в VI веке Даншио, древней Индии. Основательное учение считается Гаутама Будда, Сиддхарха Будда, который в последствии получил имя Будда Шакьямуни. Сами последствия этого учения называют его дхарма, закон или буддхадхарма, учение Будды. А термин буддизм был создан европейцами в XIX веке. В настоящее время некоторые исследователи и буддийские деятели определяют буддизм как науку осознания. Считается, что это одна из древнейших мировых религий, признанная самыми различными народами, совершенно разными традициями. Без понимания буддизма невозможно понять и великие культуры Востока, Востока, индийскую, китайскую, не говоря уже о культурах Тибета и Монголии, пронизанных духом буддизма до и последних оснований. Благодаря такому многообразию индуизм нес неоценимый вклад в всеобщую религию, доктрину об эманентности Божией и братстве всего человечества. Если в каждом человеке присутствует высшее бытие, то братство людей есть только земная сторона этой великой духовной реальности, из которой вытекает идея об общественных обязанностях, о долге, чувстве ответственности перед другими членами общества, долге человека перед человечеством. Отдавая дань одной из древнейших религий Египта, что можно сказать нам? Потому что, как мы много говорили, про Египт немножко подзабыли все. В древнеегипской мифологии египтяне поклонялись примерно тысяче богов. Их религия была сложным переплетением верования и мифов. Многие боги появились еще в додинамитический период. Одни почитались дома, другие в определенные местности и иные по всему Египту. Зачастую мифологические сюжеты, даже очень известные, имели несколько различных трактовок. Большинство египетских богов были олицетворением какого-то либо явления или вида, деятельности. Например, луна и хон, сувады и сэбек или бальзамирование анубис. Однако некоторые из них воплощались и более абстрактные понятия, такие как справедливость, мировая гармония, маат или мудрость тот. Многие ассоциировались с определенными животными, птицами или растениями и часто имели несколько разнообразных обличий. Например, хатхор изображался в образе коровы, либо женщины с головой и ушами коровы. В период древнего царства солнечный бог Ра был главным богом. Ра должен принести бессмертие всему государству через фараонов и своего сына. И вот тоже очень интересный момент. Так как солнце казалось египтянам бессмертным, ибо оно умирало и каждый вечер странствовало под землей и заново рождалось каждое утро. Солнце имело значение для успеха в сельском хозяйстве. И таким образом, поскольку фараон отожислялся солнцем богом, нерушимости и процветания государства были обеспечены. Кроме того, Ра был олицетворением нравственного порядка всего сущего. Мат, истина, правосудие, согласие было его дочерью. Это справедливо создавало свод жизненных правил для масс и дополнительную возможность угождать богу солнцу в интересах государства и своих собственных. Эта религия была индивидуалистической, ориентированной. Кроме царской семьи, никто не мог надеяться на загробную жизнь. Мало кто верил, что Ра способен обратить внимание или оказать услугу обычному человеку. Когда читаешь и изучаешь эти работы, там это очень видно, что только боги могут попасть в загробный мир, только боги могут застегнуть солнечного света и соединиться с богом Ра. А все остальные вынуждены только прислуживать. Русские народы, ранние народы поклонялись животным не за их силу, ведь среди них были совсем безобидные и слабые, как ягненок или рыба. Они видели в них образ или символ очень важных небесных явлений, поскольку вся жизнь человека целиком зависела от солнца. То и причину такого отношения людей к животным надо искать не на земле, а на небе. Культ солнца был сам распространенным на земле. За его движение по небесной сфере частные следили следующие в таких делах жрецы и заранее оповещали народ о наступлении определенных солнечных циклов. От них зависла жизнь людей, начало пассивных работ, время, сбора, выражая и многое другое. К числу самых древних астрономических знаний относятся знания, окажущиеся при наблюдении с Земли годовом вращении Солнца на фоне созвездий. Этот эффект имеет большое значение для астрономии, но также самое, конечно, и для астрологии. Путь, по которому Солнце как бы перемещалось по небу, получил название эклиптики. Эклиптика проходит по 12 так называемым зодиакальным созвездиям или просто по зодиаку. В каждом из 12 созвездий Солнце ежегодно пребывает в течение месяца. Январь – Козирог, февраль – Водолей, март – Рыба и так далее. Так была эпоха рыб, которая начиналась примерно тысячи лет назад и закончилась в XX веке. Теперь Земля вступила в эпоху Водолея, которая также будет длиться около двух тысячелетий. В течение этого периода Солнце ежегодно будет пребывать в каждом из 12 созвездий уже в другом порядке. Январь – Стрельце, февраль – Козироги, март – Водолея. Мы об этом не задумываемся, потому что мы живём по зодиаку, который сформирован на небесах статичный. Но если задуматься о том, что весеннее равнодействие, которое сейчас прошло, у нас будут не знаки Овна, а мистические знаки Водолея. Меня тоже это очень порадовало. Я об этом не задумывалась, а когда готовилась, я этим очень прониклась. То есть, получается, что год начинается мистически, если брать зодиакальные созвездия истинных, начинается с Водолея. В названии созвездий скрывается тайное возникновение культов и ритуалов, связанных с поклонением животных, а точнее существам, которые дали название созвездиям зодиака. Среди них мы различаем сухопутных телецовен лев и водных рыб и рак, насекомых скорпиона, людей, водолея, девы и близнецов, и даже сфинкса. Стрельца видим кентавра, человека-лошади и козерога, у которого передняя часть козлиная, а задняя похожа на рыбий хвост. И только одно созвездие зодиака не имеет отношения к животным, живым существам – это весы. Они везде весы, даже на небе – это знак космического равновесия. Таким образом, доктринами учителя египетского мира Тихути или Тота был свет, а не многобожие, причем стержнем вере и талоном научное знание, познание физического мира, а также доктрин закона, ибо закон есть символ знания. В Древней Греции, например, Афель подавал огромное значение красоте, красоте божественной, потому красота была основой древнегреческой цивилизации, которую можно было явить через искусство. А в Древнем Риме красота через закон, ответственность перед обществом, ибо без закона красота невозможна. Основой цивилизации, созданной учителем мира Заратустры, явилась чистота. Чистота мысли, чистота слов, чистота дела. Заратустр проповедовал докрину огня и использовал огонь в качестве символа Бога, поскольку огонь – это великий очиститель. Основной идеей иудийской религии является праведность, праведность Божьего, праведного Господа, любящего праведность. В самиренном иудаизме нет единого и общепризнанного института или лица, имеющего авторитет, источника права, учительства или власти. Источники права Галахи, современного ортодоксального индуизма – Танах, письменная Тора, и Талмуд, устная Тора. Галаха регулирует, в частности, те сферы жизни евреев, которые в иных правилах, правовых системах регулируются уголовным, гражданским, семейным, корпоративным и обычным правом. Вот тоже интересная вещь. И, наконец, учение данное учителями. Я заканчиваю уже там. Наконец, учение данное учителями Балавадское в виде учения Теософии, позволяющее через сравнительное изучение всех религий увидеть то общее, что объединяет все религии, то истину, что стоит за всеми учениями. Господь, сознание в вас, говорит Патанджали, – это учитель учителей, и он светит сквозь ум и чувства, и если мы обратим к нему свое лицо, то станем просветленными. Следуя путем высшей йоги, который включает и объединяет все те методы, которые во всех религиях присутствуют, открывая свое внутреннее зрение, человек становится способным познать ту единую истину, что стоит за всеми религиями. И пока человек слеп, свет солнца для него – ничто, однако тот, у кого есть глаза, не нуждается в доказательствах существования света. Отсюда и девиз Таософского общества – нет религии выше истины. Рассматривая все мировые религии, можно отметить, что их основные идеи подобны кусочкам огромной мозаики, складывая которую открывается величие каждой в ее полноте. Обнаружи, что каждая религия привносит в гармонию мира свою ноту, и ни одну из этих нот, ни один из этих алмазов без расповедания нельзя потерять, поскольку все религии мира – только разные интеллектуальные формы одной великой духовной сути, различные цвета, составляющие один белый свет духовного солнца истины, и все различия между ними только в методах и подходах на пути ее достижения. Спасибо.